Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Хочу вам сообщить что готовлю следующее видео о том как легко и качественно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Собираю инструменты и материалы в интернете. Скоро начну экспериментировать и покажу наглядно как это можно сделать. Кто этим заинтересован пожалуйста подпишитесь на канал и жмите колокольчик и делитесь. Этот видео посвящается тем кто любит чистоту и аккуратность. Есть люди которым нравится ухаживать за свою машину и держать ее всегда в полном порядке. Такие люди конечно всегда внимательно следят за чистоту и внешнего вида своего двигателя. Как приятно когда видишь вот такой ухоженный двигатель. Но иногда внешний вид расширительного бачка портит гармонию и красоту. Антифриз важная составляющая системы охлаждения двигателя. Однако как и многие технические жидкости со временем он деградирует. Его состав меняется в худшую сторону. Что снижает не только эффективность жидкости. Но и вызывает некоторые другие осложнения. Например осадок который легко заметит по изменившимся цвету расширительного бачка. Предлагаю избавиться от рыжего налета и смотрите как я это сделал. Я не химик и если кто нормально разбирается в этом вопросе прошу написать в комментариях какие очистители лучше применить. Для этого нам понадобятся кое какие инструменты чтоб снять с бачок и специальные очистители. Лучше конечно применить схемию которую применяют для очистки например унитазов раковин. Если кто знает лучшие средства пишите в комментариях. Так как мы делаем схемию рекомендую на всякий случай надеть вот такие специальные защитные очки. Безопасность прежде всего. После того как уже снимем расширительный бачок лучше конечно засыпать внутрь лимонную кислоту. Солить внутрь кипяченую воду и оставить на ночь чтоб смягчить внутрь налет. У меня не было возможности оставить на ночь для смягчения. И после снятия сразу придется чистить бачок. Сосыпал внутрь вот такой песок. Потом добавил внутрь химию. Воды. Согрел пальчиком отверстие и начал просто встряхивать бачок. Можно конечно и с лимонной кислоты промывать. Встряхивать бачок может быть придется где-то полчаса, час или больше. Но тут нужно иметь в виду следующие особенности. Так как я внутри бачка засыпал песок. После окончания процедуры придется тщательно и внимательно промыть проточной водой бачок. Чтоб внутри не остался песок. А то оставшиеся кристалли начнут потом гулять в системе охлаждения. И к чему это приведет черт его знает. Также кристалли песка могут попасть в клапаны крышки. И чтоб это не случилось лучше накрыть клапан тонким целлофанчиком. Например вот так. И потом прикрутить крышку на бачок. Некоторые расширительные бачки имеют такую конструкцию, что они легко промываются. А например расширительные бачки Volkswagen внутри имеют перегородки. И не так легко их можно промыть. Ну и принцип понятен. И если кто может предложить лучший рецепт, лучший вариант, прошу написать в комментариях. И спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ждите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok